Игорь Левицин в Казанском Федеральном Университете. Всем акулам пера приготовиться. Вакцинироваться или нет? Вот в чем вопрос. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Александр Фирсов. В Казанском Федеральном Университете подвели итоги международной премии имени Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики. Обладателями этой награды становятся ученые, совершившие открытия, имеющие важное значение для науки. Размер денежной премии в этом году составил 75 тысяч долларов. Тем не менее, я думаю, мне кажется, я думаю, что остальные члены жюри со мной согласятся, мы выбрали одного из самых достойных кандидатов. Глава я, это академик, представитель Сибирской математической школы Юрий Леонидович Ильшов. В IT-лицее Казанского Федерального Университета состоялась встреча помощника президента Российской Федерации Игоря Левитина и ректора Казанского Федерального Университета Линара Сафина. О том, какие вопросы поднимались на заседании, расскажем в следующем сюжете. В Казанском Федеральном Университете особое внимание уделяют развитию информационных технологий. IT-лицей оснащен всем необходимым для помощи школьникам в их творческих разработках. С визитом в лицей приехал помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, который отметил высокий уровень профессиональной подготовки. Для нас важно, чтобы молодые люди шли в образовательную систему. На встрече также наметили дальнейший план сотрудничества. Отдельным поводом стало награждение ребят, которые стали победителями российских конкурсов и олимпиад. Игорь Левитин акцентировал внимание также на профессионализме преподавательского состава. Непосредственно в награждении принял участие ректор Казанского Федерального Университета Ленар Сафин. По итогам встречи было принято решение о дальнейшем сотрудничестве и привлечении ребят из других регионов. Игорь Левитин и Ленар Сафин обсудили вопросы обмена опытом на базе IT-лицея. Елизавета Гзизянова, Николай Асуховский, Александр Кузнецов, Универньюз. До старта конкурса имени Андрея Гаврилова, основателя и первого главного редактора газеты «Вечерняя Казань» осталось несколько дней. Принять в нем участие могут абсолютно все, кто готов представить свои эссе, репортажи и статьи членам жюри. О том, что ждет победителей, расскажет моя коллега. Слово – это самое мощное оружие, которым владеет человечество. Не каждый может верно использовать его. Необходимо настоящее мастерство, чтобы обратить слово во благо. Но кто сказал, что писать по-настоящему интересные и волнующие материалы может только профессиональный журналист? Раскрыть свой талант и реализовать творческие амбиции предлагают пишущим авторам издательства «Вечерняя Казань». Принять в нем участие могут не только профессиональные журналисты. Мы на самом деле призываем к тому, чтобы заявлялись и студенты, и люди, которым просто интересно работать с текстом и со словом. Поэтому ожидаем, что у нас 1 сентября начинается прием заявок, что именно на этот конкурс будут заявляться в большинстве и в массе своей люди, которые не так сильно вовлечены в журналистику, а именно люди, которые просто интересны, которым просто работать с текстами. Сама премия посвящена Андрею Гаврилову, основателю и первому главному редактору газеты. Идея создания конкурса связана прежде всего с желанием увековечить его имя. Нам, безусловно, было важно, чтобы это имя в среде журналистов, молодых журналистов, опытных журналистов, вообще в принципе в медиа, среде Казани и Татарстана, оно оставалось на слуху, и чтобы мы о нем не забывали. Поэтому, ну, наверное, это самое такое, что напрашивалось на ум, это, да, придумать премию и назвать ее премией Гаврилова. Новизна, актуальность, творческий подход. Вот он, рецепт идеального материала. Организаторы конкурса отмечают, что принять в нем участие смогут жители регионов Поволжья, не только Татарстана. Люди, которые нас привлекут и которые нас заинтересуют своим умением красиво и необычно, нетривиально излагать свои мысли, мы, конечно же, таких людей постараемся привлечь к работе с нами, если им это будет интересно, и в первую очередь будем исходить из их желаний. Но от нас, конечно, предложение будет поступать участникам конкурса. Я думаю, что, ну, это, в принципе, очевидно, да, что конкурс нужен еще и для того, чтобы найти как раз-таки таких людей и привлечь их к себе в команду. Конкурс проводится по нескольким номинациям. Главный материал – острая тема, лучший материал по версии читателей. Победители получат денежный приз. Помимо этого участники конкурса смогут прислать свои сценарии. Победитель специальной номинации от «Юнивер ТВ» сможет реализовать свой проект для трансляции на телеканале. Этот конкурс поддержал Казанский федеральный университет и телеканал «Юнивер ТВ». И мы очень рады, на самом деле, что вы вышли с инициативой привести свою номинацию, потому что помимо основных трех номинаций будет еще специальная номинация, которая связана именно со сценарным, с режиссерским взглядом. И люди, которые работают сценарием, я думаю, что они также должны активно заявляться к этому конкурсу. И если они хотят как-то творчески реализоваться, то как нельзя лучше им это подойдет. Прием конкурсных работ продлится до 31 октября. Итоги будут подведены и оглашены в период с 1 по 15 декабря. Всю актуальную информацию можно найти на официальных ресурсах «Вечерней Казани». Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюс. В университетской клинике стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Почему же так важно прививаться и как проходит этот процесс? Узнаем в сюжете. В университетской клинике стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Ни для кого не секрет, что это острое респираторное вирусное заболевание подвергает опасности людей всех возрастов. В России сезон гриппа начинается примерно в ноябре-декабре. Но специалисты рекомендуют позаботиться об иммунитете заранее. Тем более сам процесс занимает минимум времени и обоюдных усилий. Тем, кто не имеет возможности самостоятельно посетить клинику, переживать не стоит. Медицинские работники униклиники позаботились и об этом. Началась у нас прививочная кампания, как всегда, в это время, в конце августа, начало сентября, от гриппа, в преддверии сезона. Обязательно нужно вакцинироваться, потому что это является самым простым методом профилактики против такого серьезного заболевания, как грипп. Мы его все знаем, каждый год мы с ним встречаемся, но легкомысленно к нему относиться нельзя. Это все-таки серьезное заболевание, которое в 10% вызывает гриппозную пневмонию, которая может закончиться и летальным исходом. Особое внимание вакцинации нужно уделить людям, которые находятся в группе риска. А именно, людям со слабым иммунитетом, хроническими, почечными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также людям, которые страдают сахарным диабетом. Однако, есть категория населения, которым прививаться противопоказано. При имеющейся аллергии на куриный белок это невозможно, ведь состав вакцины основан на курином эмбрионе. Данные вакцины, сувигрипп, к которой мы прививаем наше прикрепленное население, оно рассчитано на взрослое население, начиная с 18 лет. То есть, соответственно, детей мы этой вакциной не прививаем. Для детей есть своя специальная вакцина. И еще есть группа лиц, которые ранее, например, дали сильную аллергическую реакцию на такую вакцинацию. Нельзя прививаться во время острых заболеваний, когда температура, когда обострение хронических заболеваний. По истечении обострения через две недели уже можно привиться будет. Опасаться гриппа и защищаться от него необходимо также из-за штаммов вируса. Например, последняя масштабная волна гриппа прошлась в 2010 году и унесла за собой большое количество жизней. Благодаря современной медицине и тому, что население планеты все чаще идет прививаться, штамм, который в простонародье называют свиным, уже не так опасен. К сегодняшнему дню он уже превратился в обычный сезонный грипп. То есть все равно он протекает достаточно серьезно, особенно у группы лиц, которые входят в группу риска. То есть уже часто болеющие, у кого свои заболевания хронические имеются. Свиной грипп может сломить иммунитет даже самого здорового человека. Вирусная пневмония, поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, постоянная тошнота и диарея. Такие возможные последствия сильно превалируют над типичным страхом людей к вакцинации, учитывая, что прививка максимально безопасна. Грипп, он охватывает весь земной шар, поэтому называется пандемия гриппа. И каждый год он мутирует, и каждый год появляются новые штаммы. Поэтому мы ежегодно прививаем разными новыми штаммами. И эти штаммы рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Привиться можно в униклинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского 2А. В будни с 8 утра до 8 вечера, в выходные с 9 утра до 3 часов дня, подробнее по телефону 233-300. Валерия Карташова, Фарид Захит Оглы, Универньюз. Большая часть людей уже привыкла к тому, что цены на продукты в магазинах растут с небывалой скоростью. Однако не каждый готов смириться с необоснованным изменением стоимости, теряя при этом массу приобретаемого продукта. О том, что такое шринкфляция и как избежать такого изощренного обмана, смотрите в следующем сюжете. Ежегодно проблема повышения стоимости товаров становится все более актуальной. Во многом производители не виноваты, и повышение цен обусловлено ростом себестоимости. Однако чаще всего им приходится прибегать к довольно нестандартным методам. Когда себестоимость товара повышается, производитель поднимает цену. Но покупатели видят повышение, и часть из них отказывается от приобретения. Чтобы сохранить видимость ценовой стабильности, производители идут на уловку. Цену оставляют прежней, а товара кладут меньше. Такое явление и называется шринкфляцией или даунсайзингом. Многие покупатели не замечают уловки, потому что большинство не читает информацию об объеме продукта. Им кажется, что ничего не изменилось, хотя цены на самом деле выросли. Теперь они покупают меньше объем товара за те же деньги, что и раньше. А это значит, что прежний объем стал дороже. Шринкфляция – это такое явление, которое выражается в уменьшении размера упаковки товара, уменьшении веса, объема, размера при сохранении цены или при непропорциональном уменьшении цены. Шринкфляция может происходить в различных отраслях, включая продукты питания, напитки, бытовую химию и так далее. Примерами шринкфляции могут быть уменьшение размера упаковок чипсов, конфет, кофе, молока и многого другого. Производители могут использовать этот метод, чтобы снизить затраты на упаковку, сырье и транспортировку продуктов. Для потребителя это может быть неприятным сюрпризом, особенно если он не заметил изменения размера упаковки. Компания же может оптимизировать производственные процессы, используя более дешевые материалы и уменьшая размеры упаковки. При этом цена продукции может остаться неизменной и даже увеличиваться в зависимости от спроса на товар. Думаю, что некоторые потребители даже не сразу замечают, что приобретаемые ими товары оказываются стали дороже. Потому что они привыкли приобретать товар не килограммом, литром, а покупать товар с некими торговыми упаковками. И если торговая упаковка не меняется в цене, то вроде бы ничего и не заметно. Для того, чтобы избежать негативных последствий шрингфляции, потребитель должен внимательно изучать этикетки и сравнивать цены на различные упаковки продуктов. Также стоит обращать внимание на цену за единицу товара, а не только на общую стоимость упаковки. Если потребитель заметил применение шрингфляции, он может попробовать найти альтернативные продукты с более выгодным соотношением цены и количества товара. Если цены растут явно, если растет цена приобретаемого вами товара, указанная на ценнике, то вы начинаете на это реагировать, в том числе сокращением потребления или переходом на более дешевые аналоги. Если же вы не замечаете изменение цены или для вас это изменение совершенно не очевидно, то вы не меняете свое потребительское поведение, тем самым обеспечивая продажи производителю, продавцу, обеспечивая им прибыли. В целом экономика страдает меньше от изменения потребительского поведения граждан. Более того, такой способ не самый плохой вариант для потребителя. Далеко не все производители идут на даунсайзинг из жадности. Рост цен – это вынужденная мера для продавцов, которым нужно зарабатывать. В любом случае уменьшение объема лучше, чем ухудшение качества, которое может навредить здоровью покупателей. Елизавета Газизянова, Универньюз. В зале Попечительского совета Казанского федерального университета состоял заседание ученого совета. Участие в нем принял помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин. В ходе заседания были затронуты вопросы обмена опытом между высшими учебными заведениями. На этом все. В студии был Александр Фирсов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok